В рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы при поддержке Минэкономразвития России в администрации района, а также в зале детской школы искусств прошел семинар «Как сохранить и приумножить свой капитал в условиях кризиса? Как открыть свое дело с бюджетом в 5 тысяч рублей?» Эти и другие интересные темы были рассмотрены в ходе собрания. Семинар был проведен автономной некоммерческой организацией Центра поддержки предпринимательства Республики Адыгея, который возглавляет инфраструктуру поддержки бизнеса в регионе. В зале администрации района присутствовали заинтересованные лица. Это предприниматели и главы сельских поселений. Открыл семинар представитель Центра поддержки предпринимательства Республики Адыгея Адам Зихохов. Хочу вам сегодня рассказать о Центре поддержки предпринимательства и о ходе национального проекта. Название национального проекта – это «Малое и среднее предпринимательство поддержки индивидуального предпринимательской инициативы». Правовая форма автономной некоммерческой организации Центра поддержки предпринимательства Республики Адыгея наделена полномочиями единого органа управления организациями, образующего инфраструктуру Центра поддержки МСП. Наша организация, в нее входит очень много видов поддержки. Основная задача Центра – это «Центр мой бизнес» – это оказать все виды поддержки на единой площадке, чтобы человек, который пришел, мог не перемещаться по городу, а в одном здании найти все, что ему нужно. Заходя в наше здание, человек может сразу обратиться, открыть свое предпринимательское дело или ООО, обратиться к сотруднику МФЦ, который может ему открыть без оплаты госпошлиных за наш счет свое или ИП или Юр-дело. Дальше для предпринимателя нужно разработать бизнес-план. Он может с ним проконсультироваться, и уже они на данном моменте решат. Дальше, чтобы продвигать свой товар, приимателю нужно где-то размещать свои товары. Для этого мы можем создать ему интернет-сайт. Это тоже интересная очень программа. Человек тоже пишет заявление, что ему нужно разработать сайт и тоже со сторонней организацией ему разрабатывать интересный сайт, который ему нужен. Дальше человек должен, ну, предприниматель разместить, показать свою продукцию где-то, выставить, чтобы люди заметили, где-то продавать. Затем перед присутствующими выступил инвестор-предприниматель Максим Баринов. Моя тема, с которой сегодня я буду с вами общаться, это как сохранить и приумножить капитал в условиях кризиса. Сегодня мы поговорим о том, какие действия ведут в финансовой свободе, какой самый ценный ресурс у нас у всех с вами, азбуку денег разберем, что такое азбука денег, какие основные моменты в этом есть. И законы обращения с деньгами, 7 законов, которые должен знать каждый. И также один из топовых мировых инвесторов современности Уоррен Баффетт, у него есть два главных правила, которыми он руководствуется, и мы тоже про это поговорим и сделаем выводы ключевые. Вот на этом слайде средняя продолжительность жизни человека в России примерно 75 лет. То есть это вот в неделях по квадратам разбито. О чем я хочу здесь сказать, что у каждого человека есть тот предел, когда мы уже не хотим активно работать, хотим уйти на заслуженный отдых. И мы любим приводить в примеры западные страны, когда иностранные пенсионеры запросто путешествуют по миру, у них нет проблем с финансами, они перемещаются спокойно. Почему у них так вот получается, а у нас в России нет? То есть это конкретные шаги, которые люди уже делают в юности, для того чтобы в старости у них так получалось. По статистике на сегодняшний день, чтобы один пенсионер получал свою пенсию, нужно четыре человека, которые будут платить налоги, отчисления для него. К сороковому году по разным данным на одного работающего, то есть на одного пенсионера нужно будет 15 человек работающих. Для подрастающего поколения подобное мероприятие прошло в зале детской школы искусств. Есть какие-то определенные таланты, но не знаете куда их применять. Этот семинар для вас. Если вас не устраивает количество денег в кошельке, этот семинар также для вас. Если вы хотите или думаете открыть свое дело и не знаете с чего начать, этот семинар также для вас. Также, если у вас есть талант, у кого есть талант с собой? У одного есть талант. Я хочу тебя видеть. Скромные, да ладно. На самом деле, вы все талантливы, правда. И у кого есть талант, и вы не знаете, как его применить в этой жизни, также этот семинар для вас. Я являюсь сегодняшний день официальным тренером по продаже компании «Кристалл». Это крупная компания, которая занимается реализацией удобрений, минеральных удобрений, семян и так далее для сельхозхозяйственных угодий. На мероприятиях, прошедших в ауле Кашхабль, люди смогли получить полезную информацию о том, как строить будущее в нашем нелегком мире. На Туся Кучме, я за вас Сергей Лобынцев. Новости Кашхабского района. Новости Кашхабль. Новости Кашхабль. Новости Кашхабль. Продолжение следует...